Нургли будут завтра Относительно с утречка Мне сначала придется сходить на Как это называется-то? Сначала надо дотащить свою задницу до Хотя, может, я вечером зайду, не знаю Слушай, может, я вечером зайду в этот, если успею Посмотрим Мне завтра надо на почту сходить Я подумаю В общем, нургли будут завтра Нет, по-моему, было не два Было 1D, Брайт По-моему, было 1D Там же был завар на контр-ассисте Там, по-моему, было 1D Ну, вообще, на самом деле Такие кетчеры, это довольно частая вещь Я их вижу постоянно Ну, скажем так Непрога перед этим матчем Был таким Скрытым бойцом за плей-офф То есть шансы у него были Но не сказать, что прямо вот он там Один из фаворитов В то время как швед уже, в общем, борется за выживание И он вообще был в нижней группе Если можно так выразиться Да и вообще у шведа, как бы Не понос так Золотуха Вот Все очень плохо Но мы в тельняшках Вообще, на мой взгляд, как бы Швед Шведу надо было стараться Ну, вот Потрясающее начало для шведа Прям Я смотрю Ну, фалы стандартные Да Лошак Хорош, хорош Вообще, конечно Фалилу Фалила с именем Лошак В принципе Явно не к добру То есть Как корабль назовешь, собственно говоря Так он и будет работать Я догадываюсь, что может быть Какое-нибудь древнее Хасидское имя Ну, вот Аккуратненький блиц в седьмой армор Не получилось Но, в общем Такла мы не боимся Садимся на мячик Вот Но вообще Относительно хорошо Садимся на мячик Непруха не стесняется Совсем Один кубик в мяч есть Но только при этом Законтролить-то мячик тяжело Еще надо прыгать И так далее Проще же просто отрезать Зачем Удачи тебе нога грыз Я знаю Проще же Просто поджать и отрезать Вот Собственно говоря Непруха и делает Единственное Что может этому Противопоставить швед Это пойти и кинуть Какой-нибудь посец И шару Ну и естественно Уйти в даджи Здесь-то мне как раз Логика абсолютно понятна Непрухе Непруха видел Что отрежет И поэтому Зачем Зачем делать Опа Ну швед Ну швед конечно Очень смелый Молодой человек Я вам скажу В смысле того Что Как бы так выразиться Помягче-то Это швед Заманил Я не могу понять Или Или что это Не пока Пока все довольно весело Рерол Ну допустим Маг Скаттер Мягко говоря Не очень приятный Сразу единичка на дерево Что-то Что-то конечно Очень странно А швед чем хуже А дверь швед не кинул Все-таки Ну на самом деле Очень часто надо думать От того как играет противник Да Если вот Потратив мага Быстро забьет Это ок Для хаоса Просто ребята Конечно сразу Ну я логику Шведа местами Не понимаю Так Барьбируем А теперь Теперь самое интересное Началось Все друг друга Заманивают У вас сага Это Это паровозик Заманивания Подкат На контрит Блин Ой ладно Если сейчас не подбор Вот будет веселуха Конечно Подкат На войне Нурга Войне хаоса Убиватор Это конечно Интересно Ничего не сказать Трудно понять Кто кого заманил Собственно говоря Вот Я просто Не знаю Матч такой Ну не то что комедийный Прям Но Трудно понять Логику и того И другого Товарища Я бы так это описал Нет ладно Логику не прух Я могу понять А И в этом матче Ребята Вы увидите Вот знаете У нас тут есть Среднеудачные Кубы Есть там Вот есть аптека СТББР А теперь ребята Есть новое понятие Есть Непотраченная Аптека Непрокси Вот Сегодня как я знаю Вы снова увидите Непотраченную Аптеку Непрокси Тактически Сохраненную Благодаря детям Вот Я правда не знаю В какой именно Прекрасный момент Это наступит По-моему Второй раз За сезон Но от этого Не менее Тактически И меметично Вот Это оппозиционки Ну Швед пытался Уронить Но не получилось Ну вот Как тебе посадить Мой позор в среду После восемнадцати Или лучше Вторник Утром А утром Это во сколько Я просто не знаю Когда у меня еще Руба БЛ будет Понимаешь Я узнаю только Где-то ближе Во вторник От этого я буду Строить какие-то планы Ну вот За ваши деньги Любой каприз Конечно Маг Отличный Маг Отличный Но Типа Вопрос очень Простой А стоило ли его... Ой, так. Так, швед включил скиллуху. Швед включил скиллуху. Сразу почувствовался опыт игры, как бы, профессиональный. Может, третью травму подряд? Нет. Я понимаю, что агильный добегает и даже дает пас и все остальное, но как-то... Ну, не то, чтобы это плохой маг. Не могу так сказать. Но это маг очень... Удивляющий. Знаете, я бы так это сказал. Вера в пас. Я понимаю, во что это вера. Я понимаю. Кто так кидает мага? Игроки и вышки? А это даже будет не пас. По-моему, это будет просто подбор. И типа... Да. И просто попытайся выцарпать у меня мяч. Ну, правда, для вардансера, по-моему, это не очень трудно. Да. Теперь ассист сюда, видимо. Прыжок, агол, дансером. Вышка, сила, вуды, могила. Привет, орбит. Ну да, да тут даже я вижу. Ха-ха-ха. Не прыгнули. Заманил. Счастье было так близко, но швед весь тайм заманивал-заманивал. Заманивал-заманивал-заманивал. И как заманил, конечно. Ох уж швед. Ох уж швед, конечно. Неожиданно переиграл прям. Я думаю, даже немножко для себя неожиданно. Удачи тебе, пивас. Ну, я смотрю, швед как бы не останавливается. Типа, не то чтобы это полное отсутствие совести. Наверное, нет. Но, конечно, интересно. Ладно, поехали. Давно один-один не кидал. Прямо с того матча с Лилой, по-моему. Вот. Если кто помнит матч с Лилой, вот. Там тоже был один-один в простейшей ситуации. А потом, как началось... Но самое смешное, что вот весь тайм казалось, что Непруха додавит. А теперь Непруха потерял двух... Потерял вардансера, лучшего игрока. Вот. И как бы... И что-то все очень тоскливое. Как-то... Как-то... Как бы сказать, помягче-то. Преимущество... Пропало, как слезы под дождем. Вот так вот. Пора умирать, эльфы. Вспомним классику, как говорится. Так, Непруха... Непруха спонял о том, что он вообще эльф. Ну, затерялись. А какая разница? Ну, надо дансера вообще полюбить. Тут, как бы... Серия кубов. Ну, мне-то кажется, что... Можно было чейн-блок по дансеру хороший сделать. Ну, ладно. Стоп. Смотрите, а Швед вообще забивать собирается? А-а-а-а! Тактическое забегание! И пас через все поле! Так, может, тогда и надо было дансера блицевать, если ты делаешь тактическое забегание? Да. Может, стоило дансера любить? Ночью и днем... Ярким огнем. Ну, это... Это стиль Сержика. Это стиль Сержика. Но пас, конечно, не в... Игра-то опять развернулась-то уже! Какой раз-то на моей памяти-то, а? По-моему, уже третий раз игра развернулась. А можно чуть меньше разворотов? Вот у меня уже подташнивает слегка. Как они друг друга заманивают-то? Вот Швед опять взял и как бы это... Блиц, вот мне тоже кажется, что надо было пытаться выбить дансера. Ну, окей как бы. Как они друг друга заманивают-то, а? Вот просто лицо все не кончается и не кончается, они все заманивают и заманивают. Ну, правда, стоит сказать, что... Может быть, замануха Шведа еще сыграет. Хотя и теперь... Ну, видимо, подбор, вкладка пас. Да, да. Подбор, вкладка пас. Подбор силовиком, вкладка Агиле, пас. Ну, или, в принципе, в любом порядке. Козел добегает куда угодно. То есть, как бы, гол-то есть. Так. Два плюс. А, пас. Три плюс. Рерольчик. Самый тонкий момент. Так, сработало. Три плюс и гол. Вот это, конечно, обидно. Это, конечно, обидно. Счастья не случилось. Мне тоже так казалось, Брайет. То есть, там можно было бы сделать два плюса вместо три плюса, грубо говоря. Ну, короче, по вероятности было чуть лучше делать Агиле вкладку, Агиле и пас. Ну, как бы. Ну, в общем, пофиг. Можно было самую капельку сэкономить. Я бы так это описал. Ну, ладно. Ну, теперь шведу будет тяжело. То есть, как бы. Эльфов, конечно, не так, чтобы очень много. То есть, минус три эльфа на поле. Но Непрух-то свой гол забьет. Почти наверняка. Я бы сказал, что Непруха задефался и сделал это без особых потерь. Но вот ивент на перфект диффенс не в тему. Ивент на перфект диффенс прям вообще не вовремя. О, дерево опять. Дерево начинает и выигрывает, как обычно. Хорошая работа, дерево. В любой непонятной ситуации кинем единичку. Ты забываешь, что такое эльфа, а что эльфа? По ощущениям на данный момент, для Непрухи это минимум ничья. Здесь шведу даже на ничью-то еще работать и работать. Потому что вуды не ломаются. Вот. Один-один самый неловкий момент. Ну, тут я, конечно, с тобой согласен. Но мне кажется, что, как бы... Ну, это же Непруха. Мы же говорим, не про обычного эльфа. Вот. Хотя, конечно, контактов Непруха отдал все-таки. Ну, не то, что... Вот так. Уже минус 4 эльфа. Немного неприятно. Ну, один, конечно, может встать. Значит, эта ситуация, так, знаете, вот... Тоскливее и тоскливее становится с каждой минутой. Шернцы шведа на ничью растут и растут. Вот. Вот, да, да. Мне тоже кажется, что... Как бы... Тут уже немножко тяжело... Собственно говоря... А куда Блиц будет? Так, Блиц. Так. Ну, швед, конечно... Решил просто показать скилл вышки. Резко. Решительно. Вот это у шведа, конечно, скиллух-то пахнуло. Молодец, швед, конечно. На опыте. На опыте. Я бы сказал бы, да. Это был красивый ход. Я не уверен, что кто-то из хайситов прям так же бы поступил. Так, пас удался. Ловля удалась. Все срабатывает. ну я понимаю принципе неплохой сталинг очень надежный собственно говоря а что может пойти не так я бы даже сказал практически как швейцарские часы наверное этот сталинг никогда не проваливался я так подозреваю блица стаклом нет давай поставим вопрос иначе а при трех кубах так ли сильно нужен такл ну так чисто между между делом говоря минус 5 эльфов я понимаю что там достаточно ребят для контроля типа типа но вообще-то ситуация по моему такая ну около аховая я бы сказал ну конечно неприятно что ушел в стройный дочь реролл шестерочка а так здесь как бы заманил то опять вот она выверенная скиллуха и чувство игры заводов этот надежный сталинг я был неправ извините я вообще не разбираюсь все-таки пока в эльфийской игре ну вот здесь конечно брайт брайт почувствовал я согласен я понял вас ага да я вот были вопросы конечно они они пропали они пропали правда на поле осталось как бы не очень много эльфов ну окей брайт ну брайт написал что блица стаклом нет все нормально в чатике так что как бы минус 6 эльфов хорошая шестерочка в данцера снеглой мне кажется сейчас будет какая-то дружба по-моему пахнет дружбой почти как срок дружба шлет я смотрю не сильно спешит пока на гол сейчас будет фол очевидный все таки лонер как бы грех не наступить на неглованного данцера игрок уль ульви внук мертв вот тактически сохранили аптечку чтобы спасти например ну я не знаю ну как бы тактическая хитрожопость не прокси законтрены его тактической изберегательной тактической изберегательной аптечкой вот да непруха даже секунды не сомневался про трату аптечки можно это и так назвать есть кто не знает то дети не прокси я понимаю отвлекли его и в этот он отошел от компа и это уже второй раз за сезон он потеряет прокаченного данцера из-за детей хорошая реклама презервативов извините ужасная шутка ужасная просто но с но со смыслом ух сук со смыслом в общем ну что ну что поделать как как говорят на стриме пупка заслужил абсолютно точно заслужил кто 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 скажет что это не так вот ужасно спасибо что не смерть но вообще швед по моему может и за победку то зацепиться непруха конечно человек особенный и очевидно что он после смерти дансера как бы мораль не потеряет потому что у него нет морали вот ночью посмотрим ну сейчас видимо будет поездка в три куба с м бета келлом ну вот это кажется довольно логичным делом подстраховочка видимо легкой от шведа ну чё только смерть надеюсь ну вообще у шведа будет три хода на гол а это воин без блин гадский папа это воин без силы поэтому было только два куба я то думаю чё за все время забываю что швед немножко инвалид колокола потрясающе не встают хорошая работа колокола на поле целых четыре эльфа пожелаем удачи ну я считаю что заслужил конечно с другой стороны эльфы вроде как должны задефаться то есть мне кажется что здесь эльфам очень эльфы не собираются дефаться осталось как бы два эльфа и дерево сейчас под катер влетит и заберет последнего эльфа вопрос том сможешь ли непруха убегать от толпы хаоситов целых два хода честно говоря не уверен забавно немного неожиданный исход матча вам не кажется особенно учитывая то как проходил первый тайм да три куба будет искаться рерол швед тратит ну шанс он не получка не аванс он выпадает только раз непруха может вытащить победу конечно для этого придется прокинуть грязь так рерол есть потому что потратился первый встроенный додж один один и ловля в руки швед на опыте швед на опыте вот знаете как то вот тут может смерть еще почему то мне нравится этот матч резко так хорошо получилось особенно вот с моментом аптечки по моему было самое кайф на да а 4 плюс 3 плюс 2 плюс чтобы просить пас точно хороший план ну так с реролом же брайт да да можно 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 львого козлика покачать чему бы и нет эх дерево дерево выстояло временно заслужил 100 процентов дружеский фол на 15 ход ну это кто из нас вообще как бы не понял бы шведа в этот момент это по-моему попытка была сделать такую потрясающую вещь как софт консит чтобы швед игрока не прокачал или чтобы швед не успел дерево к ловсой пощупать ну швед то успеет дерево пощупать так ну что два куба конечно на 16 ход абсолютно ненужные но такие приятные иногда но не в этот раз молодец швед игра взаимных заманиваний мне очень понравилось я испытал удовольствие со всех сторон несмотря на то что половину матча я не понимал что происходит на поле вот а так ведь смотришь да и не так много травм не так много нокаутов а по итогу колокола блевотные и в общем ничего не осталось прыжки да вот тоже ключевой прыжок все испортил вот что-то еще из интересного есть статистики да в общем ничего такого в целом даже 78 процентов даджей не кажется плохой цифрой потому что непруха всякие 4 плюсы и 3 плюсы и так далее металл их по кд вот вот только пробуждение после нокаута тут без вопросов про смешная шутка брать в стиле ситара ситара ситара